Уважаемые друзья, я не выдержал, решил, что опыт Чернобаева это опыт сибиряка. Сколько лет в Сибири живешь? Я уже коренной сибиряк, с 24 лет, а сейчас мне 71. Нихерная сибиряка, прилично. 71 минус 25, 47. Много, что-то я в математике слаб стал. Ну ладно, короче, настоящий сибиряк. Что такое прикоп, ну все должны знать. Это градусов по 30 копаешь вот так ямку туда, ложишь корни аккуратненько, засыпаешь. Это персики, в частности, вот у меня, да? Здесь виноград. Вот, потом все это дело спокойненько лапником укладываем плотно. Прям плотно. Это прикол. Это ягодная демонстрация. А вообще фактически вон. А давай, которые росли себе, росли, никому не мешали. Как ты их укрыл? А, вот росли, росли, никому не мешали. Сейчас покажу. Вот, вот это вот, здесь персик, там персик, там персик. И вот, 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 вот. Слушай, это получается нижний ярус персика, то есть, смотри. Я все ложу. Это очень старый персик, он, видишь, у меня грибом пошел. Это не тот, который еще с моего сада. Еще с моего сада. Ух ты, он еще живой. Ух ты, елки-палки. Вот, смотри, придется открыть, да? Видишь? Сначала связываю чуть-чуть, вот так, пучками, да? Потом, вот, смотри, крючки. Воткнул землю, и все, он не поднимется. Вот он, видишь? Все видят, теперь все видят. Да. Слушай, дай полюбоваться-то на ветерана. Это сколько шимулет-то уже? В смысле? Вот этому персику. А. Это же ветеран. Много очень. Я не знаю, более десяти, намного. Двенадцать, может, четырнадцать. Ну, это мы с тех пор и дружим. Да-да-да. Я могу показать, какой он фактически был. Это одна ветка осталась. А в основном я его вырезал. Сейчас вот. Вон он. Давай, показывай. Грибы пошли, все. Вот он, толщина его такой. Да. Он много лет кормил нас. Ну, ведь живой же, ты понимаешь, живой. Ты знаешь, что творится на это в интернете? Я его несколько лет вообще не знал. Вот. Я первая фотография персика. Они находятся в моем архиве. Они мои фирменные. Первый урожай. Сволочи взяли эту фотографию, одну из эффектных. Написали абрикос. Нет. Персик сибиряк. Сибиряк, заметь. Да. Вот. И теперь он фигурирует в сотне чужих сайтов. Все правильно. Так, ладно, смотрим дальше. Здесь у меня молодой персик. Двух, трех, так, три года ему. Так же самое наклонил. Они очень гнучие. Вот хорошо было. Но это же не привитая у тебя. Это привитый. А, привитый. Ты умудрился его. И этот привитый, там привитый. И не сломал. И вон привитый. И не сломал. И прививку он до самой земли влево. Уже там где-то. Ты, наверное, заранее готовил его к этому? Нет. Вот буквально. Чтобы прививка выдержала наклон. Вот ты смотри, лежит. Целиком лежит. Дерево помнишь? Слушай, покажи прививку. Аж не верю, что ты привитый и умудрился уложить. Ёкарный бабай. Раскутывать бедного не окота. Вот она. Прививка вот. Она у меня была, смотри. Не эта. Вот. Так она у тебя горизонтальная. Да, она слегка под наклоном делал сразу. Вот заметно. Вот так бы и говорил. Все. Все. Понятно. Слушай, давай пить. Смотри, пальцем покажи. Ветки, которые довольно-таки привитые, да, ветки, которые почти под 90 градусов идут, я на них привил. И, конечно, они легко гнутся. А, ну, все понятно. Хотя он вот такой, от выбухал, а он смотрит. Все понятно. Ну, это специальная форма. Да. Все понятно. Никак нельзя. Так, я к ветерану возвращаюсь. Я не могу успокоиться. Это называется полуукрывная форма. Ну, почему у тебя неукрытая часть не замерзла? Ты мне можешь объяснить? Да нет. Не в том, не в том. Смотри. Вот полуку рассказывает, да? Рассказывай. Раньше-то угрывал, ты когда-то еще снимал, даже публиковал в этих чумах. В чумах, да. Твои чумы стали знаменитые. Да, потом трубы ПХВ, это... Ну, фигвам. Стекал вот так делал, практически... Фигвам называется. Обматывал его этим, ну, начиная и синтепоном, потом изоспаном. Нет, не изоспан, как-то еще изо-изо. Ну, короче, как стекловато, листы вот эти вот круглые. То есть лента обкатывал. А потом целлофан надевал. Ну, это настолько трудоемко, и уже надоело мне это делать. Да, я вижу, что надоело. Вот за 12 лет, за последние, два раза всего закрывал, и надоело мне. Думаю, да живи ты, как живи. Ну, вот ты стоишь на фоне персика, который на волю случая, правильно? Да, одна ветка осталась. Вот тоже ствол, видишь, какой был. Ага. Вот однажды все-таки подмерз, пошли грибочки, начал подыхать одним словом. Слушай, ну, у тебя тут микроклимат. Какая была самая низкая температура? Самая низкая, сейчас будем сказать. У тебя тут 37. Минусовая была, но недолго. Ну, хорошо, допустим, отталкиваемся от цифры 37. Здесь городская черта, город сюда, это... Да, все равно здесь смягчает. Да, смягчает. Но дело в том, что 37, это заоблачная цифра, наука утверждает, что предел 28. Нет, не знаю, до 30 вот они и там у зятя моего с дочкой, тоже два персика было, один, правда, так же подмерз, видимо, вырезали. Там мы давно не закрываем все. Но периодически, с той самой периодичностью, как вот и абрикосы. Абрикосов в этом году нет, в прошлом нет, 4 года их не было, да? Нет, дело в том, что, смотря какие раз, простеньких у меня полно было. А потом у тебя тоже рыжик полно. Ну, более-менее. Меня сейчас другое волнует, дело в том, что это... Я не могу, как сказать, я ехал сюда показать, как ты укрываешь. Ну, что этот ветеран жив, это же сенсация. Да, ну, какая сенсация. Да тебе не понять, тебе не понять, минус 30, и персиков нет по всей России. Нет. Ты понимаешь, что... Ниже, чем 30 было, неоднократно. Дело, это спокойно жили, это у тебя. Да, при 28 минусах здесь это... Вот эти персики, они громадные были такие, раскидистые. Урожай страшенный был на них. И у меня есть фотоснимки, но только в фотоаппарате. Там стоят ведра, прямо вот здесь. Предъявишь. Этих самых веток. А, так у меня есть эти фотографии. Я тебе я скидывал когда-то. А, есть, есть. Меня не могу успокоиться. Они давно должны быть мертвы. Ну, вот, может быть, через год, вот, окончательно последний... А вдруг у тебя выясняется, ветеран самый первый живой. Константинович, ну, а вот это, то, что я сейчас пригнул, там уже тоже вот такие стебли, это от корня пошли. Я, ну, пожалел выкидывать, думаю, ладно, превью их и... Вот они. И в этом году видел же урожай какой? Да видел я, я просто остановился, успокоиться не могу. Я у тебя все время был, забыл спросить, а где самый первый? А он, представляешь... Ну, вот, посмотри. Вот стволик его, самый первый твой. Видишь? Давай поближе похвастаемся. Ты понимаешь, что это самое, что ты, мы с тобой на пару обладатели самых северных, самых морозойки в мире персиков. Смотри. Как ты... Я его вырезал уже весь, вот, привитая часть, только вот это вот. Подумаешь, замазать забыл. Да не стал замазывать, я с ним уже... Он живучий, и он давно подохнуть должен был. Константинович, я говорю, почему я ничего не стал делать с ним, да? Ну, заведомо, там уже часть древесины мертвая. Ну. Ну, что его мучить? Ну, что его мучить-то у тебя... Последний год вот он выдержал, да? Да он еще 10 лет выдержал. Да кто его знает. Ну, будем экспериментально позже. Ага, замажь только рано эти. Замажем. Вот. Аж в том году замазывал, а в этом году выдержал. Ну, еще не поздно. А тут еще толще. У нас же, знаешь как, обещали 20 градусов с четверга. Сегодня какое у нас? Первое? Ну. Четвертое обещает минус 20. А снега-то не будет. Не, не будет. Вот потом я их все загнул к земле. Сейчас вот лапником закрыл. Потом обычным этим агрилом, да вон нетканное полотно, которое традиционное, накрываю и ущего. В прошлом году так и делал. Прекрасно перезимовал. А тоже где-то, ну помнишь, где-то сколько у нас? 34 или 35 было тут с недельку. Остальное было более мягкое климат. Так, последний вопрос. Он уже не от меня. Назовем от садовой общественности. Это самые морозостойкие в мире персики. Сколько черенков будет на продажу? 15. Ну, коротенькие. Почему так мало? Ну, вот сколько тут. А, ну если коротенькие, один за два идет? Да. Давай. У дочки-зятя, они вот такие вот, знаешь, дерево тоже старенькое. Вот так усенькие наросли, ну полные такие, толстенькие. Ну, один за два. Ну, один за два, да. Сколько будет? Нет, два за один. Два за один. Так, ну что, слушай. Кстати, еще, вчера последние сливы снял, жена съела. Так, так еще, еще висели. Это Альника, которая. И сколько у нас заморозки были уже? Ну, несколько дней подряд. Пять-шесть было. Пять-шесть минуса. Великолепно держат и яблоки. Яблоки держат. Вон они, яблоки там висят. Сегодня буду снимать. Последнюю веточкой экспериментально. Пошли глянем на веточку. У меня еще есть немного места на это. Сейчас. Ну, я не зря заехал. Знаешь, привыкнуть к мысли, что мы с тобой обладатели самых северных в мире персиков. Вот. А и пользуются этим мошенники. Назвать наш хасанский персик, назвать сибиряк, прилепить мою фотографию. Вот. И ты знаешь, каждый день везде в интернете лезет, лезет, лезет в глаза. Персик. И главное, назвали так какие-то. Сибиряк. Не обманули. Люди деньги тем самым зарабатывают. Они, ага, не зарабатывают, а воруют. Вот еще одна ниха, да. Тоже, вот прививка здесь. Ага. Прививка здесь. На абрикозе, на том же Нолевицкого. Перерастает все равно сливый абрикоз. Если чуть больше привить. Это тоже непонятно почему. Не знаю. Я рассчитывал, что абрикоз это быстрорастущее дерево. И никакая слива его переработает. Ты преступник? Ты испортил это? Венгерку? Нет, хорошая Венгерка. Жена говорит, что у нас сливы самые лучшие. Ага, жена говорит, сливы лучшие. Этот товарищ. Самые лучшие, правда, в нашем городе. Лучшие линии. Так он испортил их. Так он испортил их. Он это самое. Дело в том, что меня обзывают этим лысенковцем, да. Вот. А его лысенковец, вот он, стоит. Вот он. Вот, пожалуйста. Сегодня у нас, да никакое число, скажем, да. Первое. Первое ноября. Первое ноября. Вот, пожалуйста, подыхайте. Как красота. Ну, знаком людей хотя бы с этим, что осталось. Давай историю. Ну, какая история? Я просто пытался это многим доказать. Говорю, ребята, раньше времени зимние яблоки. Ну, не снимайте. Ага, заморские убьют. До пяти минус. У меня до десяти голден держит. Вот он. До минус десяти. Свежие, хорошие яблочки. Ну, сегодня сниму, потому что завтра уже у нас где-то 14-16. Нет, давай небольшую историю. Вот оно, дерево. Да. Я люблю, когда у него есть свой этот. Нет, давай, давай про это. Ну, слушай, ну, это самый сорт террисарий. Ну, мы уже снимали про него. Ага, думаешь, я помню. Я его обобрал уже недавно. Вот ветку одну экспериментально оставил. Плодоносит очень активно, красиво. Хранятся до почти нового рожая. Не до нового, но до лета так железно лежат. Ну, это экспериментальное дерево здесь. Если перечислить все сорта, сколько нам в нем привито, то, наверное, замучаешься ждать. Террисарий самый главный. Нет, то есть, что я вижу, то вижу. Попорт, свекольная, как там Исаева, яблочко. Там это соберем. Так, еще это. И черт знает что еще. Значит, я сейчас только... Пойдем, ледишок, ветер. Еще есть несколько минут. Давай спрячемся от ветра. Или может в гараж? Можно в гараж, там маку. Ага, там тихо. Закройте. Нет, здесь все равно. Вот это что-то легкое. Так, так, я свою коллекцию еще не спрятал всю. Ой, взяли здесь? Да. А зачем их прятать? Тут прохвата, пусть лежат. Ну, пусть лежат. В подвале теплее, чем в гараже. Ладно. Вот груши лесные красавицы. Хочешь, возьмем? Кстати, лесные красавицы. Значит так, черенки лесные будут? Навалом. Навалом, раз. Теперь этот самый. Всего пять черенков мне обещает... Володя? Володя, а ты, Тотаров, а ты мне что обещаешь? Лесной? Нет, уже я про гигант в Подмосковье. А, сейчас посмотрю. А, у тебя список есть, дай сюда. Гигант, у меня все в сокращенности. Иди под... Вот, 28 штук я тебе гарантию даю. Может даже 30. Давай, отлично. Это не мне уже. Нет, заберешь с собой. А, список заберу. Да, я тогда пробегусь. Квинти, супер. Лимонка, 16. Ой, спасибо. Съели меня. Съели меня из-за лимонки. Ага. Вот. Крово-красный опор 20. Ну, кто успеет. Ваши только, вернишь, у меня их много. Так, сейчас я договорюсь для людей. Смотри. Бельфюр Китайка, 40 штук. Так. Голден есть, но Голден у меня своего полна. Посмотрим. Да. Так, Формел. Слушай, на Формел ты меня удивил. Удивительно вкусное яблоко. Вот, хочешь, сейчас достанешь. Ты меня удивил. Нет, это не меня, это людям. Обалдеть. А, ну, покажать людям, давай покажем. Ну, допустим. Просто дерево оказалось настолько урожайным. А ну, и каждый день, когда козырь, да, я их сюда насыпал, но очень давно снял большим местом на галактике. Пожалуйста. Вот этот уже восковый налет пошел на них. Они неплохо хранятся. Вот традиционные яблочки. Они небольшенькие, но вкус у них обалдеть. Кузя знаю, пробовал. Так. А вот эти вот, вон там лежат. Это недавно снимал, буквально после Морозов. Значит, рыжие будут, ровные, а это Фил. Что это Фил? Филиппева. А, Филиппева. А, поздний Филиппева. О, это что это? Ага. Вот ты выручил меня. Да их навалом можно. Я у себя практически, я не знаю, что Тотарова как выручил. Он мне список целый дал. Слив. В основном. Список, в основном, слив, да? Я же свои изувечил так. В этом году стыдно было гостям показывать. Так, Персиков немножко. Ну, будем встать Персиков десяток. Короче, Персиков. Скороплодная Мичурина, твою буду, свою, Скорспелку. Так, ну, летнюю, я посмотрю, у меня своих полно, нарядное полно, космическое биле. Космическое не ограничено. Столько много, что ли? Мраморное, лесное. У меня почти тренировали. Лесная и гигант, это два шедевра. Все. Лесная и красавица. В общем, смотрите, ребята, любуйтесь. Что есть, да. Кто успеет, тот успеет. Вот. И сейчас я вот эту бумажку беру. Свекольные. А вот здесь вот у меня лежат яблоки. Смотри, все подписанные. Это эксперимент. До какого времени они пролежат? Вот все сорта. Жигалевская, Лоба. Что там? Это свекольные. 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 Вот Хохол-2, это то, что, не знаю, что за сорта. Это от этого. От Олега. И Семиренко. Вот. И Северный Синап. И там много чего. Ладно, посмотрим. А это вот. Это лучше не показывать. Вот это я не знаю. Все с сыном и зайдут. Это сосед их называет Мишины. Он у Михаила Мыглана брал этот черенок. И они лежат до... В общем, в июле месяце он еще их кушает. Сейчас они не очень вкусные. А под весну... Изумите мне яблоки. Я не знаю, что такое. Это самые крупные. Ну, немножко напоминает. Ну, Семиренко напоминает, если вот эти вот. Нет, это все-таки... Смотри. Блестящие, гладенькие. Так, так, так. Это с окрасом с легким. Это на солнышке был. Вон они с окрасом. Совсем их мало. Бельфлёр Китайку все-таки напоминает. Бельфлёр Китайка вот она сразу. Давай. Еще, знаешь, что? Вот. Смотри. Это на солнышке. А, так у тебя они окрасились. У них мона не ручами. Да. А у меня темно не окрасились. Это на самом ярком солнце. Я тебя благодарю за те два саженца. Приткнул. Сейчас у меня полно это. Эти самые. Бельфлёр Китайка. Что я вчера сотворил. Я выгрузил несколько ведер яблок с этого. С машины, с багажника. Рядом большая-большая скамейка. Я выложил их всех. Детей попросил. Вот. Выложил и ушел домой. А потом с балкона смотрел. Разобрали. Люди разобрали. Ну, как они стеснялись. Как они хотели. Отборные яблоки. Вот. Но я все-таки это. Поделился. Все-таки нельзя одному все хапать. Да, конечно. Покажи самые крупные. Давай еще раз. А, я уже их раздал. Не, не, вон те. Я говорю, я их раздал. Вон они. Не все раздал. Нет. Самые крупные просто. Вон еще крупнее. Вот это вот, допустим. О, о, о. Да, они крупные, красивые яблочки. Пусть народ. Голды не ваши. Слушай, видите. Которые железово. Да. А люди захлебнутся слюной. А пахнут-то. Запах вытаскивает. Слушай, дальше нельзя. И вкус хороший. Дальше нельзя. Сейчас ругать начнут. Что мы тут устроили? Да. Пикник на обочине. А, это вот терресари. Вот они, да? А те что-то. Те были мелкие, а тут крупные, я смотрю. А тут я их это спутал. Вот. Вот это опорты. Кроваво-красные. Опорты вообще по красоте равных нет. Здесь все равно. Пусть не крупные, да, в этом году? Нет, в этом году вообще шелуха, мелочь. Все очень мелкое. Да, я тоже заметил. Вот они терресари, они разные. Эти корды позади. Самые крупные, так, где-то его, наверное, тоже. Слушай, а если люди скажут, хотим терресари, что? У тебя он есть в списке? Мало очень. Череночков, я просто, ну, не знаю. Вон, глянь, сам увидишь. Совсем мало. Ну, еще что-нибудь удиви. А, нечего. Хотя после персиков удивлять, имея мировое достижение. Ну, чем удивлять? Ну, вот она, лесная красавица, уже начинает созревать, можно кушать. Слушай, мне, знаешь, вчера снимал фильм с этим. Пахнет как хорошо. Вчера с Володей Тотаревым фильм снимал. Заявляет лесная красавица, говорят, мелкие эти. Вспомни, трехсотграммовые были. Какой мелкие? Они огромные. Вон, у меня жена, она может подтвердить. Они, вот, она их бомбами назвала сначала, но их тогда было маловато. А когда их, вон, ведрами, ну, на одном дереве. Все равно 300 грамм были. Ну, вот, в этом году вот крупнее, чем вот эта, нет. Вот они. Лесная красавица, да? Это действительно в этом году не крупная. И даже гигант в Подмосковье сильно крупным не был. Да какой он там, в половину только вырос, как обычно. То за 600 грамм вырос. Не, ну, я на Тотарова обиделся. Не, вот она, пожалуйста. Все-таки нарядная фильма пошла, о, это, лесная красавица пошла от меня. Вот, аномат, а я видел еще, знаешь, в СИЗОИ один год, потом измельчали. Знаешь, какие они были? Страшно говорить, не поверить. Вот. Это вообще невероятно. Это где-то грамм 600 они были. Один год. Ну, вот на молодом дереве у меня так и было. Просто, знаешь, можно было с гигантом Подмосковье спутать. Да, да, да. До того крупные. Единственное, тот более такой бугристый, корявый немного. А этот-то форма у него, да, любой, посмотришь, правильный. И с солнечной стороны она ярко красным окрашена. Тем более. А тут слабые. Не зря красавица, да? Да, очень красивые груши. В прошлом году было много и крупнее. Не знаю, вот таких ящиков, вот сюда два 15-литровых лазит ведра. Вот ящика около пяти, в подвале только стояло. Так, все, хватит, а то у людей нервы не удержат. Быстрее, как в моей машине, я покажу список Тотарова. Вот, и тебе, и людям. Каждую возможность использую. Сразу я снял фильм про него, выставил в интернете. Тут же 360 просмотров. И только один человек, мой ученик, заказал сразу 32 штуки. И дальше тишина. А у него лучшая коллекция. Как ты сказал про Тотарова? У него слив больше, чем у нас вместе взяток. Да, да. Так? Да. Идем сюда. У него коллекция слив громаднейшая. Наверное, на полу нет. Ну, не громаднейшая, а вот она вся. Давай, покажем людям. Да тут кошмар полный. Вот она. Вот она слива. Значит, потом на вебинаре разжуем. Я чего хочу сказать. Я плакался, что у меня сувенир восток, и я фактически уничтожил эти деревья. Я тоже, я просто его взял, как сказать, выпилил. Это выпилил, а у моей болеют. Не болеют, но уже не дают такого. Уже рука не поднимается резать. Вот. Комета, Красномясная, Шатер, Царская, Гармония, Арбузная, Кубанская Комета, Кабардинка, Кабанский Карлик, Синяя Птица, Яичная Синяя, Этюд, Фернослив Козловского. Это супер. Кстати, Фернослив Козловского, это все-таки, мы все с этого начинали, от Боднера, Царства его Небесного. Стартовая, вот стартовая меня поразила. У меня всего одно дерево, я даже боялся резать, он мне 20 черенков обещал. Деликатная. До 20 грамм у тебя есть? Ой, до 80 грамм. Я это... Или уже все? У меня нет земли больше. Вот то, что есть, на этом у меня уже все остановилось. Нас устраивает для своего потребления, нам вполне достаточно, для себя, для родственников, для друзей хватает. Так, все, полюбовались, кто увидит фильм, тот увидит. Заканчиваем этот разговор. Ну ладно. Ладно-то ладно, меня за эти черенки перчика бить будут. Ты много не обещаешь. Много не обещаю, сколько есть. А мои все Сергею достанутся. Сколько есть, все отдам. В прошлом году несколько штук погибло, резали так страшно, почти до корня резали. Ну это зря. Я знаю, что зря. Надо все-таки уложить деревья. Есть питомник, есть питомник. Ну, все равно. В таком случае надо больше материнских этих самых садить. Спасибо. У меня земли тоже. Сергей же ездил когда-то за землей в это. А при этом сотни гектаров рядом зарастает лес. Вот эта подлость неверочайшая. Это даже не подлость, я считаю. Подлость, когда намеренно. Это предательство. В смысле земли не выдали? Да, на это не полагается все. У меня приятель два суда проиграл. Меня свидетелем брал. Вот, не помогло. Рыкалов Александр? Нет. 16 этих гектаров взял на 49 лет. А вот, знаешь, по Кровке. Ну, тут недалеко. Это Беребожий, где я не гоже. Все, заканчиваем этот разговор. Дальше на политику перекинемся. Нет, это в Шушенском районе. Да знаю я все это. Ну ладно. Ну ладно, давай ее вот так. Будь здоров. Спасибо за интервью. Ну, пожалуйста. Я правда убью.